Приветствую снова в эфире. Сейчас у нас следующий докладчик это Александра Тачалова. Собственно она расскажет про то, как можно продвигаться с этим продуктом на западный рынок. С нулевым бюджетом или не с нулевым. Собственно мы это посмотрим в презентации. Но советую прислушаться, если у вас есть свой какой-то продукт. Возможно вы сможете эти фишки использовать на практике и получить результат. Привет, Саша. Привет. Я очень рада, что с нами кто-то еще остался сегодня в пятницу. И на самом деле, да, меня зовут Александра. И я уже занимаюсь более 7 лет интернет-маркетингом. И я действительно это люблю. Последние 5 лет я работала в компании Simrush. На данный момент у меня небольшое свое агентство. И я расскажу, собственно, я работаю только с IT-продуктами. И я расскажу, что я делаю, как мы это делаем. Вот. И мы посмотрим. На самом деле, какая бы ни была хорошая идея, она может быть офигенной. Она ничего не стоит. Вы мне не верите? Я вам расскажу, почему. Давайте я вам пошарю свою офигенную идею, которую вы можете себе забрать и сделать. И это будет офигенно, потому что я провела уже исследование рынка. Я работаю на этом рынке. И я знаю, что эта идея, она сработает. Не существует такого сайта, где можно посмотреть все конференции по интернет-маркетингу по всему миру. На самом деле, есть отдельные сайты, которые имеют в себе конференции по UK и US. Но невозможно прийти в одно место и посмотреть, чтобы были и русские конференции, и французские конференции, и немецкие. Я могу сказать, это моя боль, это моя проблема как пользователя, потому что я выступаю на зарубежных конференциях, и мне приходится через какие-то, хрен пойми какие места, искать эти конференции, учить неизвестные языки мне, начиная от чао по-французски, кончая бонжур по-итальянски, кончая бонжур по-французски, Google Translate мой друг и так далее. Но я это знаю, потому что я конкретная целевая аудитория, и я действительно от этого страдаю. И я действительно хочу это сделать, но если кто-то сделает раньше меня, я только буду благодарна, так что можете... Если кто-то сделает, пожалуйста, скажите мне, я помогу скрутить. Вот. И у меня есть вокруг меня куча людей, которые также страдают. И у меня есть конкретный план, каким образом сделать этот ресурс, оперативно его обновлять, через какие каналы продвигать, и какие действительно возможные идеи по монетизации. И я хочу сегодня сконцентрироваться как раз-таки на каналах. То есть на самом деле, если у вас есть какая-то офигенная идея, какой-то продукт, и вы не знаете, и у вас нет действительно бюджета, возвращаясь к тому, к чему я начинала свой доклад, то у вас на самом деле не так много вариантов. Но именно если вы из IT-сферы, то я хочу сказать, что у вас есть очень много конкурентных преимуществ. Я говорю про два канала, которые я очень люблю, которыми я больше всего пользуюсь для своих клиентов. Это контент-маркетинг и построение взаимоотношений с экспертами. На самом деле, если говорить про контент-маркетинг, то, конечно же, это очень большой пласт. И на самом деле было многое сказано, я немного слушала, временами пока трывалась от работы от своих клиентов. И было очень много интересных идей, и я хочу рассказать, что я вижу здесь, и как это можно сделать. Но на самом деле, самое страшное, это когда нету идей. Ну то есть я такая говорю, контент-маркетинг, все такие, да, контент-маркетинг. Вот такие, блин, а что делать-то? Но если нету идей, это на самом деле не проблема. Вот я бы хотела немножко сказать чисто теоретически, чтобы понимать вообще, откуда идея берется. Идея может, она не берется откуда-то с потолка, да. То есть у нас на самом деле есть, с одной стороны, наш опыт, с другой стороны, есть какая-то креативность, да, нестандартный подход, если мы можем, да. Ну то есть не все люди действительно могут генерить какие-то офигенные идеи, то есть кто-то, ну, по каким-то причинам это не может делать, но это не значит, что он плохой, ущербный или что-то еще. И на самом деле, если даже мы не суперкреативные, на основе опыта и знаний мы можем комбинировать чужие идеи и делать уникальные. На самом деле я вот очень часто люблю анализировать рынок, смотреть, что в нем происходит и таким образом делать идеи. Я расскажу, как я это делаю. Собственно, что можно, какие, как можно подхватить действительно прикольную идею, развить ее, если вообще нету представлений. Куда двигаться? Сначала можно посмотреть анализы, вообще проанализировать тренды рынка, что происходит на рынке, что прикольно, что постят, как вообще все это развивается. Потом можно пойти посмотреть на своих конкурентов. Это не все же, на самом деле, прикольные ребята, у них как бы есть тоже и команда, какие-то люди, которые работают там, и они тоже придумывают какие-то интересные штуки. Почему бы хотя бы, ну, то есть я не говорю, пойдемте с коммунизмом идею своих конкурентов, чтобы им было плохо. Нет, я говорю о том, чтобы создать идею на базе чужих идей. И это будет уникальная идея. И это можно еще делать, я на самом деле, я всегда очень сильно получаю новый какой-то приток идей, когда я еду, просто меняю обстановку на какую-то конференцию, и я там общаюсь с людьми, и у меня там генерятся идеи. То есть каким-то образом мне какие-то слова люди говорят, что-то рассказывают про свой опыт, и меня вдруг озаряет. Блин, а прикольно можно сделать так? Вот. Но на самом деле это все пустые слова, потому что без конкретных ресурсов, без того, что посмотреть туда, невозможно разобраться, что делать. Вот некий определенный срез ресурсов, который я рекомендую посмотреть, они есть более специфические, есть более общие, то есть просто там про статистические данные, как пользователи, про разные, как люди пользуются интернетом, да. Есть, например, тот же Comscore, он рассказывает более интересные, то есть такие глубинные аналитические данные. Или, например, тот же SimilarWeb, который здесь упоминали, они делают интересные исследования, то есть у них, во-первых, есть исследования, во-вторых, у них отличный сервис для того, чтобы смотреть в каких-то категориях, да, в определенном, например, там, в e-commerce, как сайты, да, ну, соответственно, топовые сайты, как продвигаются, да. То есть это тоже сильно подсказывает. И маркетинг, который до ИА, до последнего ресурса, очень рекомендуют делать очень интересные исследования, по-вторых, какие там, например, мы опросили 3500 контент-маркетинг-специалистов, и они нам сказали, что у них вот такие вот проблемы. Вот. Это просто действительно надо сесть, там, не знаю, уделить время, возможно, вечером в тапочках, в халате, и посмотреть просто спокойно, потому что это действительно интересно, это раскрывает кругозор и дает больше понимания. А с другой стороны мы можем посмотреть на конкурентов. Я покажу несколько ресурсов, которыми я пользуюсь, на самом деле я пользуюсь гораздо больше, но просто по факту мы тут недавно общались с моим коллегой, одним из Италии, вот, с Матео, это мой такой хороший знакомый, и мы говорили о том, что, например, я покупаю, там, у меня, ну, я покупаю, у меня есть, там, порядка 50 тулзов, например, а на реальное я пользуюсь, там, 5-7. И он такой, и просто мы об этом разговаривали, он говорит, что все то же самое. То есть по факту, как бы, инструментарий, он очень сильно ограничен. Вот. Ну, вот это то, чем я пользуюсь. Вот, серпстат, отличная штука, это, соответственно, вот, его упоминали, это то же самое, что продвигат, вот, только, как это сказать, только клубничнее. Вот, собственно, просто это их проект на зарубежный рынок, вот, и мне он, честно говоря, больше нравится по дизайну, потому как они его сделали там. Вот. И здесь можно посмотреть, то есть сейчас мы говорим про анализ контента конкурентов, конкретно то, что какие страницы наиболее популярны с точки зрения Гугла, то есть какие страницы больше Гугл любит. То есть, и еще тут хорошо, что, например, у, например, серпстата вынесены еще отдельно социальные сигналы, и это хорошо, вот, и, в принципе, здесь можно также, да, сделать корреляцию, то есть, например, вот эту страницу, как у Moz, да, Beginner's Guide, например, он висит высоко, и у него много трафика, и нравится ли он пользователям действительно, то есть шарят они или его, потому что есть просто, да, технически продвинутые страницы, вот здесь можно посмотреть соотношение. Безусловно, Simrush. Можно также все посмотреть, нету социальных сигналов, но, собственно, для того, чтобы посмотреть, какие страницы больше нравятся Гуглу, как контент, это достаточно. Потом можно взять Hrefs, вот, и тут у них все есть, и социалка есть, да, мы видим социальные сигналы, social signals, ссылочные есть показатели, вот, и также они уже, в принципе, добавили, просто сюда не вывели, у них есть также, появились у них ключевые слова и ранки. И это мой любимый, я его реально постоянно использую, я веду несколько твиттер-аккаунтов своих клиентов, вот, и вот эта штука, она мне постоянно помогает разобраться, какой контент самый популярный сейчас там в твиттере-свиттере, вот, и пошарить интересное что-то, и я еще использую в этом алерты о контенте, то есть о своем можно, о конкурентах делать. Вот, поэтому отдельно расскажу, но вот это мне особенно нравится по интерфейсу. Вот, и здесь, то есть, тоже есть, с одной стороны ссылки, с другой стороны шары, все можно посмотреть. Что по поводу новых знакомств? Ну, тут, на самом деле, все зависит от того, есть деньги и нету, LinkedIn он бесплатный, ехать туда не надо, зато можно пойти в LinkedIn и прекрасно посадить какие-нибудь комьюнити, да, посмотреть, что вообще народ обсуждает. Можно, в конце концов, спросить, и, кстати говоря, могу отметить, что если вы придете в российское комьюнити и спросите у кого-то там, ой, типа, ребята, у меня нет людей по контенту, помогите мне, пожалуйста, скажут, фу, пошел отсюда, не думает, фу, какой мерзкий, уходи. А если вы это сделаете, например, в Штатах или в ЮК, народ реально откликается, они хотят помочь им, то есть они считают, что они выполняют какой-то свой, там, долг перед обществом, они помогают себе. Вот, потом, если есть деньги на метро или на автобус или на троллейбус, то можно попробовать поискать местные вокруг вас митапы. Вот. Соответственно, если вдруг неожиданно вы выиграли лотерею, я не знаю, там, запустили гемблинг-проект, и у вас появились деньги, там, я, по-моему, я знаю, что, по-моему, из Кио летает в Визеир, то есть там порядка 50 евро у вас неожиданно появились такие сумасшедшие деньги, то можно открыть смирл-лайн-арт и поискать бесплатные конференции. Вот, если вы хотите поехать на крутую конференцию по SEO, SEO, Change and Optimization, и у вас вдруг неожиданно есть все-таки, то есть, и хотите поехать на бесплатную конференцию, да, и все-таки вы накопили на, ну, то есть Визеир, к сожалению, по-моему, не летает в Икей из Киева, все-таки, вот, я очень рекомендую Brighton SEO, это самая лучшая конференция по SEO, вот, в апреле будет, собственно, рекомендую заранее туда только зарегистрироваться, потому что билетов там всегда не хватает бесплатных, потом остаются платные, вот, и, в общем, как бы, я там тоже буду выступать, это самая-самая лучшая конференция, там собирается более двух тысяч SEO-шников, самые лучшие, самые отвязные вечерины в пабе, валяющиеся люди уже к утру, в общем, короче, общение, все, что хотите, вот, ну, и дальше уже Eventbrite, это все, в принципе, то же самое, что LineArt, вот, только там можно уже немножко, то есть, LineArt это проект от Eventbrite, вот, ну, и последнее, это InboundTork, туда тоже можно прийти и задать какой-нибудь глупый вопрос, и в целом там люди прекрасно помогают и отвечают. Соответственно, мы посмотрели, как, значит, каким-то образом генерировать идеи, но в целом у вас все равно нету на руках идеи, которые можно взять и сделать, да, то есть я вам их не даю. Почему даю? Мне не жалко. Вот. Главное, не говорите, что вы сделаете tomorrow, говорите today, надо было зачеркнуть. Я вам вот сейчас дам пачку идей, которые можно, в принципе, войти в индустрии, ну, каким-то образом, наверное, их придется под вашу конкретную нишу немножко допилить, но если вы работаете конкретно в нише интернет-маркетинга, будем так говорить, то это вообще сейчас у вас будет пакет отличных идей, вот, дешевых, прекрасных, а главное, просто работающих. Смотрим. Вот это я люблю. Взял я семь инструментов и стал я их смотреть. Вот здесь мне нравится кнопочка, вот там мне нравится, что можно посмотреть что-нибудь, там, не знаю, какие-то котики вылезают, вот здесь мне нравится, что 404-я вылезает, вот тут нихера не работает, вот тут биллинг отвалился, а вот здесь, наконец, я решил свою проблему. Ну, соответственно, все зависит от того, то есть, понимаете, здесь штука такая, если вы вот будете рассказывать, как я вам примерно сейчас рассказала, то это как бы потянет на такой средненький контент, ну, ничего такое, его, в принципе, скушают, там, наберете даже, если на норму, ну, то есть, сможете куда-то прибегаться на более-менее приличный ресурс, да, если вам поверят, что все с вами хорошо, то в целом, наверное, даже наберете там шаров 30-50, вот. Но если вот вдруг у вас все-таки появится желание сделать это получше, то вы можете попробовать сделать что-нибудь вот такое, вот это вот, там вот у меня последняя ссылка на мой слайд-шер, я вот делала там нормальное уже аналитическое исследование, что я делала? Есть куча инструментов, да, линейка там, Searchmetrics, SpyFu, это все, то есть, инструменты, как Simrush, да, то есть, это все прямые конкуренты Simrush, Word Tracker, Keyword Tool.io, там, теперь уже Ahrefs добавился и так далее, да, которые показывают аналитику по ключевым словам. Соответственно, у нас есть с одной стороны инструмент, который показывает аналитику по ключам, а с другой стороны у нас есть настоящий Google Keyword Planner, который, собственно говоря, показывает нам правду, но который затрахаешься, простите, парс. Вот, соответственно, мы все-таки пользуемся сторонними инструментами, но при этом нам бы понимать, да, вот пользуемся мы этим, например, SpyFu, да, а у него вообще данные релевантные по счетчику, а может у него база данных не обновлялась в 3800 лет, они какое-нибудь говно продают. Собственно, моя была задача на конференции рассказать, у кого самые херовые данные. Отвечаю, WordStream, не ходите туда. Вот, а самые лучшие данные, между прочим, Keyword Tool.io, там прям вообще, пойдете, посмотрите мою презентацию, там прямо графики идеально совпадают. Такое ощущение, что они наняли тысячу индусов, а они руками обновляют. Шутка. Вот, соответственно, нормальное, отличное аналитическое исследование. В целом, если у вас хватит коммуникативных возможностей, это даже можно опубликовать на SEO.io, я вам реально говорю, то есть, если вот это SEO, то какая-то, да, специфика. Вот, собственно, это можно делать с любыми другими инструментами, например, я работала много лет тому назад в сфере backup and replication в компании под названием Vim, которая делает продукты на базе VimWare, вот, и там тоже можно было взять эти хреновые тучи этих разнообразных их там backup and replication от Microsoft от Symantec и сидеть и смотреть, как они там по-разному это делают и где кто, где как отваливается. Вот. Что еще можно сделать? А почему бы нам не сделать инфографик? 5000 рублей стоит это удовольствие, вот я могу вам дать девочку у меня, например, делать за 5000 рублей, делает она красиво, вот, я вам потом покажу, что она мне нарепила, все хорошо разошлось, я даже ссылочек заработала, значит, но, понимаете, штука такая, инфографика из инфографики это как бы хрень, потому здесь надо найти как бы, собственно, какие-то интересные данные. Ну, вот, например, да, как вариант я предлагаю, то есть от балды вариант, причем на самом деле это можно подойти к любой индустрии, например, работаете вы, не знаю, там в индустрии гемблинга, сделаете как бы самые дорогие, не знаю, там ключевые слова там в индустрии гемблинга, не знаю, там, ну, что-то похожее, там, или что-то какое-то связанное с аналитикой, да, что-то вот придумать тут, вот, и, соответственно, покупаете вы там какую-нибудь выгрузку, вот, как, например, да, по самым там дорогим ключевым словам, причем это можно сделать бесплатно, можно прийти в тот же Симраш и Ресерпсад и сказать, ребята, мы ваш логотип-то там повесим на инфографе, выгрузите наши данные, а там реально, как бы, выгрузить данные, это три щелчка пальцем, потому, как бы, с точки зрения, как бы, процесса, это, как бы, никого не запарит, и все, у вас есть данные, у вас есть девочка за пять тысяч, все, дальше уже есть контент, дальше его надо будет распространять, вот, соответственно, здесь вопрос, куда, можно же пойти там куда-то в какой-то приличный, опять-таки, блок сказать, пожалуйста, у нас контент вделанный вместе с Симрашем, логотип Симраша налепили, уже есть, как бы, какое-то значимое лицо, там, или с кем вы там еще найдете, сделаете все, вам говорят, а, ну, если Симрашем, так хорошо, вот, соответственно, я вот сама лично налепила, кстати, без Симраша, есть такой инструмент, называется Google Consumer Barometer, это от Google такая фигня забавная, смешная, такая полу-3D-шная, может кто-нибудь смотреть, вот, соответственно, вот можно посмотреть ссылку на инфографику, вот это как раз ровно 5 тысяч рублей мне стоило, значит, в чем весь замес, значит, от идеи до реализации прошло 3, ну, в смысле, у меня вот ровно я там 3 часа это придумывала, вот, пошла в этот Google Consumer Barometer, придумала, что я хочу сравнивать поведение пользователей в Штатах и в Англии, вот, подумала, что это прикольно, и всем это действительно понравилось, вот, и, соответственно, все это сделала, и, кстати, большое спасибо компании Promodo, которая оставила на меня ссылку на эту инфографику, вот, как будто чувствовали, что это русская инфографика, значит, дальше, о, вот эта тема, это, короче, большой мой проект, я его все еще пилю, вот это сейчас актуалка, могу детально рассказать, значит, у меня есть колонка в Entrepreneur, значит, это то же самое, что там Forbes и Inc, вот, соответственно, я, ну, мне надо было какой-то придумать офигенный контент, чтобы мне не сказали редакторы, что я как бы овца и ничего не умею, и не закрыли мою колонку чертовой матери, потому, я придумала сделать исследование о текущей ситуации, вот, там есть ссылка, можете посмотреть, в принципе, только у меня просьба сильно там не кликать по этой ссылке, потому что я потом заколеблюсь эти, ну, в смысле, ответы не оставлять, чтобы я там потом не чистила это 3000 лет, вот, соответственно, о текущей ситуации интернет-агентства в Европе, Англии и Америке, вот, сначала я стала это дистрибьютировать руками каким-то образом, писать там знакомым, вот, потом я поняла, что я скоро сдохну, если я буду так продолжать, потому что там я набрала, допустим, там 20 ответов, это было долго, мучительно, у меня все пальцы были в мозолях, от того, что я там печатала все пожалуйста, пожалуйста, вот, и я придумала такая, о чем мне не пойти в какую-нибудь приличную интернет-инструмент и не попросить помощи, вот, соответственно, я пошла в интернет-инструмент, попросила помощи, вот, и это был Raven Tools конкретно, вот, потом я пошла, попросила еще там знакомый в Horizon, это от Branded 3, может быть, кто-то слышал, такое даже большое интернет-агентство в Англии, там более 400 человек работают, и, соответственно, еще парочку инструментов, вот, сказала им, ребята, вы там будете упомянуты в этой статье, как мои самые большие любимые бренды, я вас там выделю в жирном шерстом, чтобы всем было видно, все, у меня дело пошло, уже 300 ответов насобирала, вот, скоро начну пилить уже конкретно статью, вот, если у кого-то есть инструмент, связанный с этой аудиторией, с интернет-агентствами, маякните мне, я вас бесплатно добавлю статью, если вы мне поможете это дело раздистрибьютировать, вот, соответственно, это все по поводу контент-маркетинга, я вижу, что время бежит, тороплюсь, значит, как, как, как есть ощущение, дружите с экспертами, нет, вообще, как-то к ним пытаетесь, там, подлизываться, там, в Твиттере, там, прикольные, нет, а у меня вот, например, вот так пишут, привет, дорогая Саша, у меня есть от 50 до 150 долларов, за твое упоминание, буду высылать с мелкими суммами, вот, а потом я ему пишу, ты дурак, ну, примерно ему ответ ему был, он мне ответ пишет, подожди, у меня от 100 до 400 долларов, знаете, что в этот момент чувствует Саша, вот, который вот эту всю, простите, херню пишут, потому что реальная херня, потому что, во-первых, Саша знает, сколько стоит ссылка на тех блогах, на которых Саша пишет, а ссылки на тех блогах стоят от 1000 баксов, во-вторых, Саша такая думает, блин, меня как, блин, простите, проститутку покупают от 50 до 150 долларов, да еще какой-то хрен непонятный, с которым я вообще, блин, три раза виделась, и он мне рассказывает, сколько я стою, и моя работа сколько стоит, пошел ты в жопу, подумала Саша, но вежливо ему написала, нет, извини, не в этот раз, вот, как бы, если вы так делаете, то так не делайте, потому что, в целом, это не просто дурной вариант, как это делать, это, как бы, вас, в общем, некоторые люди злые, вас еще в Твиттере запостят с этим, и вы вообще станете популярны, но, бесплатно, но, как бы, да, вот будете вот так вот в слайдах болтаться, вот, а потом кто-нибудь придет ко мне и спросит, кто же это был, может быть, я выпью и расскажу, и тогда уже, будет уже еще больше упоминаний. Вы понимаете, вот, вот у вас есть там друзья, да, есть там, не знаю, жена, есть мама с папой, вот, если вы их пытаетесь купить, то это не взаимоотношения, это, как бы, какие-то искаженные представления о том, как люди, как бы, общаются и все остальное, потому, как бы, относитесь с уважением к другим людям, но при этом проследуйте свои цели и будьте умны, будьте интеллигент, используйте свой мозг. Итак, что же можно сделать? Значит, вот я предлагаю то, как я работаю с всякими разными крутыми перцами, вот, во-первых, я, мне надо сначала составить список экспертов, мне надо разобраться, писать мне Васе или Пете, вот, потом мне надо как-то начать разговор и показать ценности взаимодействия для эксперта, почему я пишу вообще, зачем он должен открывать мое письмо и отвечать мне. И я должна измерить результат, вот его получить, безусловно, измерить его. Ну, вот, где же искать этих экспертов? Ну, вот, например, на этой конференции уже было дофига экспертов, можно уже начинать, если они вам подходят. Но вообще, это социальные сетки, мы все там сидим прекрасненько, это авторы бложек, это форумы, сообщества, ну, в общем, все умеют читать. Вот, я тут зачем-то написала о зоне буквоет, нам не подходит, извините. Это, я честно скопировала слайд с прошлого доклада, я торопилась. Но ничего, вам не нужен о зоне буквоет, вам подойдет Амазон. Я, видите, поправилась. Вот, и какие-нибудь обучающие курсы, 3800 экспертов обучат вас за 100 долларов лучшим советом собаководов. Итак, инструменты для поиска экспертов. Это то, чего мне нравится, это то, чего я пользуюсь. Вот, короче, полумирон, прикольная штука, сейчас покажу. Вот, соответственно, это одно из аппликейшенов от МОЗа, вот, там 30 дней бесплатно, потому можно его, в принципе, потестить на 30-дневной триалочке бесплатно. Вот, тут можно искать, смотреть, допустим, там взять того же, да, какого-то вашего конкурента и посмотреть, который крутой, да, посмотреть, кто его полует, вот, или просто сделать запрос, да, по, например, контент-маркетинг, вот все самые прекрасные ребята. Потом, в Ассум все то же самое, ищем, вот, пожалуйста, Аарон Волк, Волосио Буха, Билл Славский, кстати, хороший мужик. Вот, и в общем, все вот, пожалуйста. Что это такое? Это помогает искать, то есть, помогает делать консолидацию поиска из LinkedIn и кидает потом в Google. Ну, соответственно, LinkedIn, Google и другие ресурсы перечисленные здесь. Можно повернуть, прикольно, я себе через это патрайтер, например, нашла. Ну, не эксперты, но тоже эксперты. Вот. Потом, SimilarWeb. Отличная штука, потому что можно посмотреть, с каких ресурсов, с каких блогов приходит реально трафик конкуренту на сайт и пойти к этим людям и пообщаться с ними. А они не против будут, я вас уверяю, если вы правильно это сделаете. Вот. Соответственно, дальше нам надо начать разговор, да, у нас есть инструменты, нам надо к ним обратиться и при этом не как ко мне обращался тот товарищ, а как-то по-другому. Вот. Соответственно, лучший момент начать разговор это показать, что вы как бы заботитесь о них, пошарить их контент, добавиться в друзья, оставить комментарий под постом. Лучше не такое, что типа ой, вау, это офигенный пост, все чмоки. Что-то написать осмысленно, типа там, а мы в нашей компании тоже используем этот метод и нашли ну хотя бы что-то такое более-менее как бы персонализированное. Вот. Соответственно, понимаете, это шаги, которые создают некую взаимосвязь. То есть у человека рождается в голове то, что вы существуете на белом свете. Соответственно, это уже хорошо, потому что когда вы ему отправите письмо, у него ассоциация будет так, это была Саша, которая меня шарила на Твиттере, так, садите, я ее знаю, я открою ее письмо, но все-таки интересно, что она мне там понаписала. Соответственно, все это делается для того, чтобы повысить open rate и сделать ваше письмо не выкинутым в спам. Дальше нам надо разобраться в цели коммуникации. Знаете, есть один клевый чувак, его зовут Келвин Ньюм, я очень рекомендую поискать его в интернете, он вообще хозяин вот этой конференции Brighton SEO, и он сказал прекрасную фразу, говорит, если у вас нету цели, вообще, говорит, нету цели, неважно, в работе, в жизни, идите, ложитесь спать и не вставайте, пока ее не будет, потому что будет полная херня, я в принципе с ним соблазна, то есть, если, как бы, дайте, неважно, есть ли это цель бизнеса, коммуникация, чего угодно, то есть, без цели бессмысленно что-то делать, потому что непонятно, куда это вас приведет, и вообще, хер пойми, чего получится. Дальше, да, дальше мы делаем, собираем информацию об эксперте, сколько у него детей, жен и так далее. Шутка, хотя на самом деле, тоже помогает. Собственно говоря, во всяком случае, вот, например, в LinkedIn, там есть такая штука, можно, во-первых, пойти поэндорсить их, типа там, типа, ну, понажимать вот эти штуки разные, там, их скиллы, потом я это всегда делаю, особенно, когда мне надо кому-то очень сильно подлизаться, я сначала иду такая, всех эндоржу не глядя, я потом такая думаю, ну, все, пишу. Или, например, еще можно, знаете, как сделать, тоже работает, например, кроме там эндоржу, там еще есть, типа, мне приходит периодически, что этого там, какого-то хрена там, аниверсари, ну, какая-то годовщина работы в компании, можно пойти там и смело написать ему, поздравляю, Вася Купкин, тебя с этим великим событием, никогда тебя не знала. Нет, вот это не надо писать. Вот, соответственно, все это помогает вам быть ближе, веселее с ними, они каким-то образом, вы делаете эмоциональную связь, на самом деле. Да, то есть, конечно, я об этом говорю, так, типа, все это с хихоньками и хахоньками, но, на самом деле, это работает. И когда вы начнете это делать, вы все поймете, вы еще придумаете свои какие-нибудь особые фишечки, я уверена, там, какой-нибудь там, если пошарить какой-то его особый твит, там, восьмой, то это особенно помогает, то есть там действительно есть свои штуки. Вот, и дальше самое главное, это не нафакапить. Если клиент отзывается, он радостно вас, ваш твит, которым вы его упомянули, вы его, он вас по-фейворит, если он там зашел на ваш профиль в LinkedIn, на вас посмотрел, да, то есть, понятно, да, есть, добавил вас в LinkedIn, то дальше надо очень быстро бежать и писать персонализированное письмо. Лучше всего в тот же день. Вот реально, я заметила, если я делаю это быстро, то ответ приходит, как бы, приходит. Если я это делаю медленно, то ответ вообще может не прийти. Вот, потому тут короткий временной промежуток, надо действовать оперативно. Ну, вот я, например, так пишу. Вот у меня был клиент, все, монитор, это фигня, которая трекает позиции, вот, соответственно, я вот там одному прикольному хрену, который контрибьютится, то есть пишет автор все ченджи журнала, вот, я к нему там поддизвалась. Кстати, очень удачно, теперь мы с ним очень хорошо вместе работаем. Вот, ну, вот как вариант, да, и при этом еще очень хорошо, когда вот в IT-сфере есть возможность что-то дать. При этом дать, не то, что, кстати, сейчас я тебе, Эндрю, дам эту тулу, чтобы ты мне завтра написал ревью. Вот это вообще выкиньте, забудьте, никогда такого не пишите. После этого не просто кнопка спама, вы становитесь главным хейтером, и как бы люди реагируют на это не просто неадекватно, они начинают вас ненавидеть. Вы просто говорите, Эндрю, я к тебе принес подарок, пожалуйста, смотри, какой он прикольный, я дружить с тобой хочу, потому что, понимаете, когда вы приходите к человеку и говорите, я вам принес подарок, за который надо потом будет заплатить, так он же нахрен подарок. Вот, соответственно, как бы вы от чистого сердца даете ему какую-то прикольную фигню, которая ему явно полезна, и потом, понимаете, потом, что делать вот тут потом, да, например, да, все такие, ну, мы раздали, там свои доступы, дальше нифига непонятно, что там, кто, что там, куда, потом, что надо, потом ему надо написать, и, естественно, мы трекаем, смотрим, да, ходил он в инструмент, нет, если не ходил, спрашиваем, а что случилось, почему же ты туда не ходил, он начинает там рассказывать что-то, что у него там произошло, вы дальше с ним продолжаете общение, если он ходил, слушай, напиши фидбэк, скажи пару слов, что-то понравилось, не понравилось, и дальше у вас продолжается диалог, то есть, главная ваша задача и в итоге он на самом деле сам скажет, что он туда может упомянуть, то есть, вы понимаете, если он дает вам позитивный фидбэк о вашем инструменте, значит, он уже готов его промоутить, он уже промоутер, просто его надо подстолкнуть, вот и все, то есть, надо ему какой-то контент интересный предложить, вернуться к пункту контент-маркетинга, например, и что-то подвязать туда, но в целом он уже ваш, но всегда есть проблемы, да, мы пишем, пишем, а они на мне открывают письма, да, такое бывает, у меня вообще такое бывает, такой пресняк, короче, впадает, когда они мне не отвечают, я думаю, гады, вот, и реально хожу там несколько дней, вот, но потом они в итоге мне отвечают, потому что я очень настырная, я его вообще достану, даже могу позвонить, между прочим, кстати, звонок, хотя это и страшная штука, но тоже работает, вот, ну, вообще, на самом деле, во-первых, надо разобраться, почему они не открывают письма, если вы просто как бы... Слышно. Нормально, хорошо, а меня? Тут уже просят очень сильно ускоряться, потому что, ну, пятница, мозг плавится, и, ну, поэтому еще пару минуток. Вот, смотрите, можно использовать, что они делают, они трекают открытие, соответственно, вы можете посмотреть, чего, куда, кому, вот, и, соответственно, уже базируясь на том, кто, как, кому ответил, вы можете, соответственно, строить дальнейшую коммуникацию, то есть вы будете знать, открыл он ваше письмо или нет, иногда, когда я вижу, что у меня человек открыл 20 раз мое письмо, он не ответил, я могу набраться наглости, написать, чувак, ты уже открыл мое письмо 20 раз, может, все-таки ответим, вот, и, понимаете, мы ведем всю эту коммуникацию, и здесь очень сильно важно понимать, что, куда происходит, потому что, когда вы придете к своему начальнику и скажете, я херачил целый месяц, но не знаю куда, будет, ай-яй-яй, как плохо, я вам точно говорю. Соответственно, есть определенный инструмент, который помогает вам смотреть, что куда происходит. Во-первых, вам нужна CRM-система, чтобы заносить всех этих экспертов. Я использую Nimble, он стоит 15 долларов. Пожалуйста, всем рекомендую, туда можно что делать? Можно заносить всех людей, вы будете всех их видеть. Также вы можете там ставить теги разнообразные, то есть это как продажа, то есть ваше взаимоотношение с экспертом, это тоже продажа, просто нулевые сделки. Я создаю сделки, вот, пожалуйста, можно видеть. И дальше я их перевожу по стадиям, и вижу, например, кто у меня плохой, кто хороший, кому я на конференции не буду говорить, привет, кому буду. И дальше мы трекаем, что с них вообще приплыло, с этих наших раздач, там, слонов, или с наших отношений. И мы смотрим, как я упомяну, что у наших... Саша, еще такой момент, извини, пожалуйста, что перебиваю. Можно чуть-чуть комп подвинуть, вот так вот экран, чтобы лицо было видно. Да-да-да, о, вот так круто. Все. Отлично, все. Вот, значит, соответственно, трекаете результаты, смотрите, что происходит. Вот. Тех, кто наших текущих, благодарим, целуем, говорим, что очень любим, новых окучиваем, добавляем в базу, соответственно, работаем. Вот, значит, сори, у меня два слайда, наверное, я здесь имела в виду какую-то другую тузу, ну, неважно, поехали дальше. Соответственно, то же самое, да, бренд-меншины, вот это, кстати, лучше, чем басума, потому что местами, то есть она такая, немного, она тоже лажает, как и все они местами, но здесь они еще слайдшеры подбирают, и ринкедыны, потому что, именно в ринкедыне, потому что в ринкедыне можно постить тоже, кстати, контент, между прочим, и он, кстати, неплохо расходится, вот, и это бесплатно, и вы можете туда постить свой контент. Вот Ахревс, также можно хорошо посмотреть на ссылочки, посмотреть тоже, которые новые на вас, и также Алерты тоже есть. И МОС, бренд-меншинс, тоже хорошая штука, я периодически туда захожу и, соответственно, смотрю. И я вам хочу рассказать очень быстро, две секунды, и на этом все. Я хочу рассказать историю успеха, если действительно работать с экспертами, что будет. Смотрите, это компания Семраж, в которой я работала. Это ее прямой конкурент, самый такой жесткий, Сечметрикс. Смотрите, это упоминание за последние две недели. Компания Семраж, голубенькая, и компания Сечметрикс, соответственно, черная. В компании Сечметрикс работает около 500 человек, у нее порядка 15 офисов по всему миру. В компании Семраж работает около, сейчас, наверное, 150 человек, у них, по-моему, два офиса на данный момент, по-моему, они еще открыли один в Праге. Хорошо, допустим, у них в Штатах есть, два в Европе, один в России. Но это пока какие-то неупунклиптованные варианты. Вот. Соответственно, компания Семраж, она инвестирует в отношения с экспертами, там все отлично, это поставлен на поток масштабируемое решение. Компания Сечметрикс, похоже, это не делает. Вот разница. Вот и все. Чтобы вам не вспоминать, черт возьми, какая там была прикольная ссылка и все такое, вот, пожалуйста, ссылка на слайды, на слайдшер, наслаждаемся, кликаем. Вот. Вам спасибо большое за внимание, если хотите, мы можем сдружиться везде, пожалуйста, добавляйте меня, пишите письма, вот, я даже отвечаю, да, я честно отвечаю. Вот. Спасибо большое за внимание, и если есть время на вопросы, то я очень быстро отвечу. Все, можем в эфире. Спасибо большое за доклад, было очень много информации, как, ну, для пятницы, ну, судя по активности чата, ну, вообще. В общем, собственно, вопрос, так как же продвигать эти продукты на западный рынок с нулевым бюджетом? Ну, смотрите, я вам дала конкретную печь. просто, там, топ-3 самых важных фактора. Ну, топ-3, это то, что вам, по-любому, SEO вам я не рекомендую делать, потому что, как уже сказали, для меня эксперты, это, там, год ждать, потому я рекомендую заниматься взаимоотношениями с экспертами в вашей нише, потому что вы получите этого, там, в течение, там, ну, грубо говоря, если вы будете действительно хорошо это делать, то уже, там, если вы начнете в этом месте, то в следующем месте вы уже получите упоминание, И на вас польется трафик. Потому что если вы выберете нормальных экспертов, то вам польется реферальный трафик. Плюс вы можете, в принципе, то есть вы начнете с этого, потом, соответственно, то, что я сказала по поводу контента, то есть вы можете придумывать прикольный контент компании и постить. Я бы рекомендовала, если все плохо с трафиком у себя, то я бы рекомендовала постить их на крутых релевантных ресурсах, то есть пытаться туда. И еще вопрос. Спасибо за ответ. Как вообще твой именно подход? Часто, знаешь, есть видео, там, где приходят эксперты, он задолбует, 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 и человек ему просто дает бюджет и говорит, все, отстань от меня. Что-то я не поняла. Еще раз на вопрос. Вопрос. Вот смотри. Ну, то есть здесь все, ну, между, ну, то есть взаимоотношения, поиск экспертов, взаимоотношения с ними и так дальше. Вот что самое сложное? Вот, например, смотри, есть IT-продукт, да, тебе нужно каким-то образом размещать, там, гостевые посты, там, разные материалы и так дальше. Что самое сложное вот в этом процессе? То есть пробить этого человека, чтобы он разместил и как-то договорился? Вот с политикой. То есть мы сейчас имеем в виду, то есть все самое сложное, когда вы все вот начинаете с нуля, да, когда вообще ничего нет. Ну, самое сложное начать, наверное, но первое-наперое надо заняться своим линкедином лично, то есть надо всех туда подобавлять, вот можно все-таки потратить 70 долларов на премиум аккаунт, чтобы было как-то полегче жить. Вот, и в основном, то есть моя главная проблема в том, чтобы найти определенные, как бы, какие-то, то есть я на самом деле всегда очень сильно тестирую все вот эти темплейты, да, то есть я нестандартно использую писем, и я просто в Excel конверсию смотрю, то есть я, например, написала вот это предложение, да, вот я его так сформулирую, вот сколько мне человек ответило. Но в целом можно ожидать, что если действительно все делать, как я описала, то есть действительно там сначала пойти на его контент посмотреть, затвитить его, что-то еще сделать, то в целом ответы порядка 30%, 40%. Хорошо. Ну, еще на самом деле простой вариант, но это как бы не без бюджета как бы, но это как вариант, да, то есть это взять какого-то человека из этой индустрии, ну, ему реально заплатить и сказать, типа, сделай, там, познакоми нас со всеми. Ну, то есть такие варианты делаются, вот как бы, но это... Когда этот, ну, очень много чая-кофе выпьет, истерика уже начинается. Чай-кофе. Да, давай подводить доклад к завершению. Было очень круто, было очень насыщенно. Я думаю, люди вот сейчас так, знаешь, смотрели на Расвабоне этот доклад, но тем не менее, когда они будут его пересматривать, они много чего очень полезного увидят на самом деле, то, что ты говоришь, то, что самое важное, как подходить, как пробивать, как размещать и как получать результат. Спасибо большое за то, что вы выступила у нас на онлайн-конференции. До связи. До связи. Спасибо большое. Пока-пока. Всем пока. Значит, мы готовим следующего докладчика. Оставайтесь с нами. Обещаю, что он будет недолго. Расскажет очень важные вещи. Собственно, оставайтесь с нами. Расскажет. 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 Продолжение следует...